стою на углу площади калинина вот она передо мной там солнце храм видно а я сейчас обойду пройду немного вот до вот этого уголочка вот раньше в этом доме вроде как были касса аэроплота сейчас там федеральная налоговая служба ну ладно ради одной из подразделений ресторан встреча ну приходилось как-то бывать в нем один раз или два не помню так в режиме кафе просто как говорят покушать немножко вот сейчас зайду машина с литовским номером сейчас зайду в этот двор и зайду в эти дворы между площадью калинина и улице бакардиона есть такое строение есть я не знаю что такое у кого не спрашивал никто не может объяснить она тут стоит как извечно сейчас я зайду сначала с этой стороны может кто знает может кто подскажет что-то задуман женщина видя вы не скажете вот что это за строение я вот с детства не знаю что это такое знаете я не знаю как он называется но здесь происходит штаб гражданской обороны а что может бункер и штаб гражданской обороны учения по гражданской обороны проходят понятно спасибо спасибо без окон без дверей по моему он принадлежит железной дороге по моему я точно не знаю на штаб гражданской обороны точно там был когда-то был был не сейчас его нет там он за всех сторон пустой сейчас пустое здание уже нет там ничего ну по-моему нет тут и входа то нет ниоткуда или где-то но он всегда был закрыт да да всегда был закрыт а вот при немцах то что-то было интересно ну да кстати здесь вот этого растения много сумаха и много много маленьких сумахов растет взять на заметку выкопать может себе посадить на кумбе они такие дикие растут бесхозные ну да вот запущенное здание сейчас я его обойду и выйду там во дворик один из двориков и пойду на тополиную аллею и выйду обратно на площадь калинин я за создание решил заснять но он почти не функционирует никак просто коробка стоит заброшенная огороженная без входа без выхода то есть явно объекта не работает вот разваленный старых немецких домов тут знать какой-то забор был там разрисовали ну да действующий объект не похоже совсем запущенная штука явно там улица бакарки ванна дома туда выходят окнами есть тропинка по ней поднимусь здание обойду вот вот эти сумухи растут маленькие и большие о как ну и сейчас много по калининграду раньше их не было сейчас они разрослись красивое дерево на когда она начинает желтеть и дом за весь у нас лесенка надо по неаккуратно спуститься ну да ничто не говорит желудей он сколько ходит желудей каштану в чем я говорю желуди это дуб сейчас как раз они сыплю за всей каштаны желуди полным полно полный, куда-то вот ну вот 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 между домами пошел тот дворик такой тенистый уютный тихий вот этот дом не выходит ни на какую площадь поэтому тут тихо и слышно как улицы шумят но недалеко то есть не 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 сильно они недалеко но загорожены домами деревья какой тут разбили такой полисадничек с камушками мы здесь уже там от 16 школу находится двор загороженный тоже можно подняться тут елочки так красиво сейчас я сниму их но сейчас я на свет буду выходить там я уже наверно снимать не буду потому что против солнца раз угол здесь находится тополиной аллеи которая по адресам она как ленинский проспект значит он заканчивается как бы на три ветки такие две основные ветки еще вот этот на две части разделена аллея тут здесь вот я подхожу к кинотеатру октябрь который сейчас называется безлика дом искусства уже говорил что назвали его по функционалу поэтому поэтому так он меня больше не нравится вот не своей революционностью самому все-таки это имя и дом был построен изначально как кинотеатр октябрь вот впереди площадь калинина а низкий проспект хотя вот у факту за это тополиная аллея вот они тополя но лучше снимать в ту сторону красивее смотрится чем наоборот я заканчиваю съемку я заканчиваю съемку следующий момент если возле трамвайного депо возле трамвайного депо я что-нибудь сниму будет нормально если нет так и нет сейчас иду на автобус на строку в одну остановочку надо будет проехать и что-то не очень охота идти и и и и